Собака! Атакует собака! Всем привет! Сейчас понедельник, где-то около 10 утра. Я уже вернулась с поликлиники, я сдавала крафтные анализы. И вот такая вот веселая музычка начинает мой понедельник. Это я уже переоделась. И не только аналитика. Коля, покажи, как ты только что радовался. Скажи себе привет. Картина все та же, после завтрака. Недоеденный мой хлеб и так далее. Решила немножечко прибраться. Сейчас разберу сушилку, помою пол в гостиной и включила на фон Арнольдо. Мечтаю о комнате, где у меня будет выставлена вся обувь. Потому что вот эти сапоги, мои любимые, они хранятся всегда вот в такой коробке в шкафу. Потому что просто нет места в прихожей. И не только в прихожей. Мне каждый раз приходится вот так вот складывать. Работа в четвертой руке. Я сейчас еще смотрю свой влог на ютубе. И я решила сделать такой кадр, знаете, с тройным четверным телеком. То есть я специально снимаю это видео, чтобы его вставить в следующий влог. Рилсы снимаю. Почему так грустно? Потому что очень работать сложно, когда никаких лайков не прилетает. И да, как будто бы в пустую все это делаешь. Но надо собраться и просто делать. Да, Джеки? Надо просто систематически это делать. Не относиться к этому серьезно, а просто делать. И все, да? Несмотря на то, что мы уже больше трех месяцев это делаем, надо все равно продолжать просто делать. Ничего не ожидая взамен, да? Скоро будем собираться на занятия по английскому. Это, кстати, последний крайний урок. Именно урок. Потому что в следующий раз у нас уже тест будет в четверг на этой неделе. И потом будет занятие. Это результаты теста, итоги и так далее. Вот. И все. И курс мой, Б1, полностью завершен. Дальше иду на Б2, Upper Intermediate. Потом восемь месяцев еще. И на С1 уже попаду. Блин, обалдеть. Но, скорее всего, я буду... Точнее, точно, сто процентов буду переходить на онлайн обучение. Я потому что сейчас езжу оффлайн. Но я решила, что все, с меня хватит. Буду из дома сидеть. Тем более приближается осень, зима. Не самое лучшее время. И я, скорее всего, буду менять школу. Потому что в моей нынешней нет носителя. А я очень хочу попробовать с носителем позаниматься. Очень хочу. Поэтому я буду искать какую-то школу, где преподают носитель. Вот. Ну и чтобы отзывы были, естественно, хорошие. Но так, конечно, жалко. Если бы в Hop and Scotch были носители, я бы, не задумываясь, осталась бы там. Да. Джеки переживает по поводу жалюзи. Они из-за ветра шумят. Он боится немножко. Но ничего, бывает. Ну что за псиночка, любимая моя. Золотой ребенок. А еще я планировала сейчас выйти в юбке. Но не судьба, потому что сильный ветер. А для меня поход в юбке в ветер, это вообще пытка. Я как-то однажды вышла. Кстати, тоже на английский. В юбке в платье. Меня пришлось такси вызывать, потому что ветер был сильный. И я вот всю дорогу вот так вот не могла идти. Влажность, привет. Боже, капец. Поднимаюсь домой. Была на тренировочке. Кстати, я вчера, когда на английский шла, была в этих сандалях. И так здорово под дождик попала. По лужам ходила, ничего страшного не было. А сегодня какой-то небывалый беспорядок. Ты чего наделал? Ты чего наделал? Представляю, как он тут бесился. Чтобы до такого довести. Ты чего? Ты чего наделал? А, втулку, смотрите, из туалета вытащил. Кстати, мы всегда закрываем эту дверь, когда уходим из дома. Потому что в гостиной белое кресло, плед, который стирать нельзя. И мы не знаем, он может наблевать чуть-чуть. Это, конечно, очень редко. Он может описать тоже очень редко. Но он в целом, в теории, может это сделать. Поэтому мы закрываем комнату с ценной мебелью и чекастелем. Ну иди обниматься, иди обниматься. Да можно, 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 ты мой сладкий. Я тебя любого люблю. Что бы ты ни натворил, я тебя люблю. Так выглядит мой обед. Это курица, это овощи, а это сыр. Я уже все настроила, воду залила. В рожке кофе поменяла. Кружечку помыла. Все, готово. И молоко налила. Рососинтезатор. Любимая сценка моя. Это мой один из самых любимых сериалов. И я его пересматривала тысячу раз. Помню его, наверное, наизусть. Но все равно регулярно пересматриваю. Мой красавец. Это я приоделась. Сейчас пойду гулять. Но я обула каблуки. Это Настя красивая. Мы сейчас будем ужинать. Мы сейчас будем ужинать, как я сказала. Нам принесли еду. У Насти маленький чизкейк. Он очень обычный. Посмотрите, какие мы красивые. Меня встретили с удобной обувкой, потому что больше невозможно ходить на каблуках. Я себе натерла пятки. Какая прекрасная луна. Всем доброе утро. А какой день недели сейчас? А, среда. Я только проснулась. Недавно где-то в 9.30 или в 9.40. Еле-еле встала. Леша мне сделал завтрак. Я сделала себе капучино. И Джеккуль. Джеки, привет. Вот так вот и начинается. Знаешь песню? Нет. Ну, серьезно. Да, знаю, конечно. Так и говори. Он постоянно, я что-то напиваю, он говорит почему-то, что он не узнает. Ну, почему-то издевается так. Не понимаю, в чем проблема. Мне сразу сказать, что песню похожа. Идем с Джеки за печенькой в кафешку нашу. Хочу показать вам нашу рабочую зону. Пока что она выглядит так. Мне очень не нравится то, что провода валяются. Стол у нас временный. Мы его поставили, как только заехали. И до сих пор так и не меняли. На коврик, пожалуйста, не смотрите. Это просто моя боль. Я его обычно всегда убираю, когда фотографирую стол. Но сейчас я не убрала. Ну, ладно, это влог. Тут вообще все максимально честно. Все время руки не доходят поменять коврик. Зато вот это моя любовь. Это органайзер от Витро. Я его уже года три назад купила. И очень рада, потому что если бы не эта деталь, вообще бы кошмар был. Надо поменять стол. Стульчик устраивает нас пока. Инструмент. Кстати, инструмент я тоже собираюсь менять. Потому что синтезатор, то есть большое количество разных звуков с клавишами, мне не нужно, как оказалось. Я вообще не экспериментирую, ничего тут не включаю, не меняю. Поэтому я хочу его, возможно, продать и купить себе просто миди-клавиатуру. Вроде бы так это называется. Что еще рассказать? Ну да, больше стол будет намного. То есть он будет вот отсюда досюда. Потом, как только появится стол, я сразу же здесь организую хранение. Полочки всякие придумаем. И что же еще? Ну компьютер, конечно, в идеале поменять. Хотелось бы что-то красивенькое. Еще одна моя боль в гостиной, это вот эта стена. Мы сюда уже придумали стеллажи или полочки купить. То есть будем выбирать либо стеллаж, либо полки. Но будем уже выбирать прямо из конкретных. То есть мы фактически все выбрали. Осталось только купить и повесить. Но, как видите, уже месяцами это все стоит, простаивает. И вторая моя нелюбимая зона, пустая тоже в гостиной, это вот этот угол. Раньше здесь стояло вот это вот кресло. Но сейчас нам нравится, как оно стоит тут. Так что гостиную можно назвать такой вполне себе еще недоделанной комнатой. Потому что из-за вот этих двух углов менее уютно в квартире кажется. А Джекуле и так все нравится, да? Главное, что мы рядышком дома. И никакие стеллажи ему не нужны. А еще очень раздражает это зеркало. Его мой не мой. Всегда на нем видно пятна, потому что оно стоит прямо перед окном. И свет излишний подчеркивает вообще все косяки. И я задолбалась уже его каждый раз протирать от пыли. И уж тем более от пятен. Доброе утро. Спасибо. Ой, мы с тобой смотрим в одинаковых футболках. Ну почти что. Это, кстати, не одинаковые футболки. Эту я купила, я не помню уже где. Алешу мы брали в Эчиндене в прошлом году. Когда он еще был открыт? Так и в вас это не скажешь. Я сейчас сижу, уже работаю. После этого буду готовиться к тесту финальному. Сегодня у нас финальный тест по английскому. Я полностью заканчиваю, ну фактически уже закончила B1 уровень. Поэтому мне нужно немножко подготовиться. Кстати, я еще очень плохо спала сегодня ночью. У меня вообще нет никакой энергии. Я не чувствую сил. При этом я даже кофе не пила. Скорее всего из-за этого я не чувствую сил. Так что сейчас надо подумать, что сделать, чтобы вернуть себе энергию. Возможно, я действительно просто себе сделаю кофе. Джеки Джексон, как твои дела? Ведь я всю ночь толкала, да, потому что ворочалась. Извини, пожалуйста. Я себе все-таки сделала капучино, чтобы проснуться. У меня еще есть булочка. Так что все не так уж и плохо. Джеконди Васильевич лежит. Вообще-то он Джеки Уинфриевич. У него папа зовут Уинфри. А маму Стреки Бэй. Не знаю, зачем вам эта инфа, но просто... Красивая, да, у меня собака? Напишите, да, в комментах. Так выглядит мой обед. Джеки, ты чего? У меня сегодня как-то интуитивно такой разгрузочный день. Мне с утра захотелось каши. Сейчас вот рис просто с гречкой. Ой, с гречкой. С курицей отварной. Кстати, в последний раз я ее варила. В общаге. Поэтому запах, который стоит сейчас на кухне, он вызывает не очень приятные флэшбеки, да. Ед на английский. На улице сильный дождик. У меня тут сонтик. Мусор. Вот такой мусор. Резиновые сапоги мои любимые. Всем привет. Сейчас пятница утра. И у меня отратное настроение. У меня уже третий день. Я просыпаюсь, и ничего не меняется. И, я не знаю, будет грустный муд или еще что-то. Тихо-тихо, не правы. Но в целом у меня настроение отстает. Но надеемся, что телефон станет по-русски. Детали я не хочу рассказывать. Это слишком лично. Но это опять, знаете, вот эти самокопания в себе. Жду сессию с психологом и так далее. Но в целом... Да хватит! Но в целом чувствую себя вообще не очень. Вообще не очень. Сейчас пойду в зал. Слава богу, есть такая возможность. Всю спесь себя выбью. Успокоюсь. Очень надеюсь, что это поможет. Достроение хоть как-то улучшить. Ну вот он не хочет. Он не хочет просто... И дай тебе поставить. Все, я себе лишнюю пенку забила. За это все. Ладно, такое бывает. В последнее время я поняла, что нужно научиться проживать дни в плохие. В моем понимании у меня должен быть каждый день идеальный, с отличным настроением. И когда случается обратное, я себя веню, корю, переживаю. Нет, не обязательно. Каждый день должен быть идеальным. Да, у меня даже рисунок не получился. Вот такая пятница. И сейчас я вам покажу, что Джеки сделал. Он перетащил только что лежак отсюда-сюда. Вы, наверное, слышали какой-то шум на фоне моего монолога. Вот это был он. Джеки, как тебе? У тебя тоже настроение не очень, да? Мы с тобой, приятели, по плохому настроению. А еще я захотела в этот раз поджарить хлебушек. Иду в зал и хочу поделиться тем, что я не люблю добираться в зал в принципе, потому что дорога некрасивая. Вот мне надо довести до остановки, которые находятся в месте, где, знаете, такие гаражные постройки, автомойки, сервисы. Я такое вообще терпеть не могу. Но это единственная остановка, на которую приезжает автобус, который едет прямо до спортзал. И добраться без пробок, и если автобус приезжает сразу, можно всего за 10 минут. Когда машину купим, то все равно не всегда будет возможность на машине туда добираться. Вот как сейчас, например, Леша на работе. Мне надо в зал. Я в любом случае поеду на автобус. И меняет очень близко. А менять зал тоже нет смысла, потому что это один из самых недорогих. С хорошим сервисом. И он довольно близко находится. А в центр ездить в зал я вообще не хочу. Вот так вот прохожу. Тут еще кладбище слева. Класс. Я все. Делаю заминку обычно на дорожке беговой. Пару минут просто иду. До этого был час Эльпсорода. Селенная у меня слышит. Решила порадовать дождик. Потому что было солнечное. Знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас поглажу Джекулю. Я сейчас включу светильничек. Дома будет уютнее, чем было. Да, Джеки? Грустил с Джекуськой. Дождь просто стеной ведет. И здесь тоже включу. Решила принять ванну. Представляете, я последний раз набирала ванну и принимала ее 31 декабря 22 года. То есть Новый год. Перед новогодней ночью. Я вообще в шоке. Я не особо люблю ванну принимать. Да. Но больше потому, что ее раньше сначала мыть. И мне всегда минило. Но я думаю, если бы я очень любила, то у меня бы не было сложных помыть в ванну. Купи у меня бардачок небольшой. Мне тысячу лет назад дарили всякие бомбочки и пены для ванны из ЛАШ. Он уже закрылся. У меня до сих пор они есть. Так что сейчас, скорее всего, буду вот эту пену делать. Я вчера помыла голову вечером. Не было желания время сушить. Поэтому я просто на масло мокрые волосы маслом шила. Запрела косичку. На челку высушила. Я сегодня встала, распустила волосы. Вот эти кудряшки, они сформировались очень плохо. Я жду, пока вот эти сформироваются задние. За вас. Мы только что вылили мой кофе. Капучино, потому что он получился ужасный. Из-за того, что молоко очень-очень обезжиренное. Пенку надо делать очень долго. Она поленилась и сделала побыстрее. И в итоге весь капучино насморку. Сейчас вот меня Леша переделывает. Я себе налепила коту веснушки. И готовлюсь к фотосету. Сегодня у меня скрипт стайл фотосет. Леша фоткает, естественно, под моим руководством. Вчера помыла голову, нанесла масло и заплела все в косу, все волосы. Легла так спать. Сегодня утром проснулась, расплела. Передние пряди вообще классно остались. А вот задние чуть-чуть такие не очень были, я решила. Уже муссом или лосьон, не помню, как он называется. У меня другая штучка есть тоже для укладки. Нанесла на волосы снова и заплела уже такие поменьше косички, чтобы прядки были поуже. Мы в Таврическом саду, ждем, пока солнышко зайдет. Ждем, пока солнышко сядет, чтобы фотографироваться можно было. Лена, молодец, надо! Мы на месте, и мне дико некомфортно, но мне сейчас надо будет идти. Все, я пошла. Всем привет, воскресенье утро. Точнее, уже день, уже первый час, но для нас это утро. Мы вернулись недавно с Джеки с прогулки. Сейчас вот готовим кофе и будем завтракать. Жду. У меня в голове какая-то пустота. Не знаю, чем поделиться, поэтому просто буду показывать вам картинки. Ничем не сопровождаю. Я испортила очень красивый рисунок, тем, что это пиво. Но по-другому никак, иначе бы все получилось. Блин, сейчас. Вот такие лапочки получились. Вот еще одна лапочка. Джеки. День мяч. День мяч. С Baltimore. День мяч. Продолжение следует...